ну что на чем я остановилась остановилась я смотрите первую серию еще кушаю на только эксклюзивное блюдо которое только с целых я приготовила смотрите первую серию это вторая серия остановилась мой рассказ я рассказывала что соился в хаммер это в америке и ехала на спиритул йога занималась полчаса джиме так что вот на тренажерах а тренажер там вообще супер потом это йога спиритул йога и домой обратно на хаммере приезжаешь тишина красота вот этот травка зеленая смотря там какое время года зима осень и весна красивые листья и лето и знаете тишина спокойствие я кстати за все четыре года когда у меня муж пэри максолданский работала ни разу ему особо не звонила может быть и плыла я имею ввиду до того момента можно сказать было может порвать он работать к нему вообще не звонила вот работает работает привычками такой него сам иногда звонит спрашиваю особенно когда там вечернюю ночную там уходил на работу у него разные были смены вот интересовался как у меня дела я помню ну вот говоришь то столько лет как бы и не надо было я не звонила уже когда знаете уже когда мы были состоянии развода это был 2008 год и когда я уже на этом зеленом додже съехала чуть-чуть с дороги знаете такой там немножко сугроб мне нужна была помощь я не знала что делать я съехала ну там немножко в принципе там в принципе такая интересно что снега много было для меня это было непривычно но я вам не позвонила потому что здесь уже не хамер здесь уже этой кнопки нет вы уже понимаете это вам не мерседес вот я помню я вам позвонила на работу ну да ну а что вы хотите знаете уже как говорится звонить когда уже там период развода ну это знаете вообще на самом деле наверное не надо было вообще как бы звонить и так далее просто ну как то вот я позвонила в общем сказала ему что вообще у меня вот такая ситуация так что вот и конечно я услышала что это мои проблемы конечно он для этого ничего не будет не делать не вообще беспокоиться по этому поводу ну вот что это мои проблемы чтобы я их сама сама решала ну да а я а знаете такая русская девушка это они девчонки из Малибу так что вот другая закалка так что вот я конечно не знала что девчонки из Малибу стали делать а Татьяна Салмановна сколько раз тут это вот бандитский Петербург автостопом я ездила денег вообще не было знаешь где ловишь машину самое главное подороже и договариваешься куда надо доехать так что вот я уже рассказывала об этом так что Татьяна Салмановна теряться не стала Татьяна Салмановна вышла там из машины на это а там такая вот Татьяна Салмановна дорога там очень мало вообще машин там практически никто не есть так что теряться не стала я вышла на эту дорогу и остановила первую машину которая ехала а там мужчина ехал на таком джипе я ему сказала я ему говорю мистер please can you help me вот у меня эта машина немножко вот на дороге туда вот ну по типу там знаете типа травкам там было вот это снега много было да месье месье этот помог он сел за руль и выруливал эту мою машину просто я подумала у меня никогда таких ситуаций не было я просто подумала что оно немножко немножко там вообще на самом деле в принципе была ерунда ну снег понимаете сугроба с ним откуда ты знаешь есть там вот такая штука буквы или да я подумала что когда она съехала если я начну выруливать может быть она как-то наклонится эта машина для него нужно какой-то такой специфический опыт иметь поэтому знаете для них для этих американцев вот столько снега это уже коллапс это уже знаете это коллапс вот это вот а на этих боках дорога то была расчищена а по этим бокам там так прилично было снега была такая снежная зима так что вот и мужчина помог он вырулил мне эту машину на дорогу и я поехала так что то что было делать не знаю как вот в этих видео мы с вами же изучаем моя творческая студия позитивного мышления силы и позитивные мысли Татьяна Салмановна и Мактум Саи и Фудин не знаю так вот учат знаете в принципе что тут недавно такое количество видео я смотрю знаете и Светлана Ермакова и как говорится Ирина Хакамада и Наталья Правдина и Наталья Грейс и многие-многие другие так что вот как там надеяться нужно на себя знаете вот как-то на себя так что вот ну может быть даже еще лучше как как Элизабет Профит которая с детства надеялась на Бога что Бог восполнит ее нужды ну да ну да можно быть внесенные в ладыке на жермен ну да ну да ну да ну да ну да знаете Элизабет Профит написала в какой-то книге что она однажды спускалась по ступенькам в церкви и увидела какого-то вознесенного владыку который с ней разговаривал вот а это уже знаете эти берени уже читал много-много лет и можно сказать что знаете вот ноги я лечу вообще ноги ноги а Сен-Жермен дотронулся до моего плеча вот знаете до моего плеча и сказал что нужно такое знаете а как вы с ним говорили мысленно ну по Кирсану и Люмжинову так что вот как общался с инопланетянами Кирсану и Люмжиному вы видели я там загружала вам видео он сказал что мысленно он общался был на летающей тарелке это не помешало Кирсану и Люмжинову продолжать выглавлять на то время это была республика так что вот в общем разговаривал он мысленно и сказал что боли в ногах упражнения можно делать руками что вот это вот спина в общем как то вот так что вот как то это выглавить вот вот Но радует, что желудок уже прошел, в общем, боли только-то влечила я достаточно долго. Адские боли в желудке, в общем, как-то вот это вот влечило, они прошли, так что стали болеть ноги. Так что, периодически, в который я лечу физкультурой, закаливанием, вы видели моё видео, холодной водичкой в моей ванной комнате, в спа. Субтитры делал DimaTorzok Вот такой, знаете, сигнал из космоса. Я такая, что это? Действительно, вот, реально, вот, то есть, вот, энджермен, это как-то вот, я сам немножко верну. Да? Да? Ну, я точно, чтобы вам, как говорится, не пересказывал, я загружала уже это видео. Вот. Я еще сценарист пишу сценарий для фильмов. Я хочу быть голливудской актрисой, познакомиться со Спилбергом, со известными режиссерами, сниматься в Голливудах за огромные гонорары. И особенно я вам вспоминаю, когда мне звонит или рост долг, вы платите за электричество. Вы поняли, да? 14 тысяч рублей должна за электричество. Или как bank can call, please, you have no time. 550 рублей еще вчера, еще два дня назад, чтобы не было штрафов. Иначе будет штраф, надо будет больше заплатить. Please, you have no time. Он так любил говорить мой бывший муж по-лимак-филдански. По поводу no time, что в этом роде. Ну что, сегодня один самолет. Вчера мы три насчитали и туда, на посадку, а сегодня один и пролетел мимо туда. Вчера. 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 Вчераographical. Вчера. Вчера. Вчера любить, за здоровьем нужно следить, ухаживать за собой. Тем более, у меня такой диагноз был поставлен в первом мете в 1997 году. Я бы не об этом уже говорила. Ну вот, миопатия. Субтитры сделал DimaTorzok И, кстати, единственное, я, кстати, сейчас особо никому даже об этом особо не говорила, ну, на видеокамеру, так вот. А в жизни как-то мне не приходилось, хотя нет, говорила. И единственный, кто мне сказал, что это ерунда, это этот. Председатель ЛК Марина Стенинг, я ему тогда говорила, что у меня это такси, что я хочу поехать на такси, чтобы это такси он пропустил, стала говорить о моем диагнозе. Он сказал, что зачем рассказывать, что, в общем, я так поняла, что для него это вообще совершеннейшая какая-то ерунда. Он говорит, ну что, давайте я вам сейчас расскажу свои диагнозы, я вообще даже не поняла. Я же ему это рассказывала не из праздного интереса, а говорила, у вас запретили такси, я пользуюсь такси. Не нужно выехать, пропустите такси к моему эрингу. И он меня уверял, что это вообще, то есть какая-то вообще тьфу, ерунда, в общем, на самом деле, честно говоря, не понимая вообще всю тяжесть этого, вообще его вот эту всю тяжесть, не понимая вот эту тяжесть. Ну, не будем, а грустно, просто мы о здоровье, о том, что нужно следить за своим здоровьем, вот. В общем, любить себя, заниматься, как мы почитали, в «Матрице успеха». Как там написано, это нам просто такая фраза, по-другому скажем. Не только внешней чистотой, но и внутренней, чтобы были хорошие мысли, замечательные, чтобы думать позитивно, не только принять душ и почистить зубы, как я сегодня сделала, а чтобы внутри наполнить себя позитивом, были позитивные мысли. Так что, возможности нести радость, счастье, доброту в мир. Вот. Я просто не знаю, это видео у меня записалось, тем не менее, потому что я у меня пару видео не записалось сегодня. И в этой книжечке написано, что чистота внутренняя может быть даже важнее чистоты внешней. Это сонлайт. Ну что, в принципе, они здесь, вот я смотрю, кто-то мужчина работала, очень, как говорится, быстро сделали, где такая окопа была. Они сумели сегодня не только вырыть эту окопу, но уже там что-то сделать, ее зарыли, даже, по-моему, заасфальтировали. Такой быстроты, как бы я не видела там часть, но на другом видео посмотрите. Вот. Они не просто сумели ее сделать, они уже сумели там все это засыпать, и уже порядок. А самое интересное, пока я тут занималась хозяйственными делами, пока я принимала душ, готовила себе завтрак, ушла кашку овсяную, вот. До этого я просто посмотрела, что они вот это вот окопа, а шумели, как они днем. На строительные работы попроизводили. Землеройные. А потом так раз, смотрю, уже все, даже прям асфальтивно. Я тут еще не могу сказать, ну, сверху такой, даже как асфальт, ну, чем-то таким они там, ну, может-то серая такая-то вот. В общем, даже как асфальт там сделано, я вообще как-то быстро, знаете, такой-то. Вот семья. Смотрите. Припарковались, идет женщина, что-то такое несет в летнем платье, ребенок с ней. В таком летнем платье, ребенок, наверное, еду и несут. И мужчина. Мужчина в белой футболочке, в шортах, с рюкзачком, припарковались там. Машину, наверное, заплачено, охраняют. Идут, так скажем, семья идет домой. Это такой вопрос. А Татьяна Салмана вам, наверное, очень нравится? Знаете, у тебя бывает в ночь, в летние ночи, в 22, в 50, ну, сейчас почти 11 вечера. В четверг. Среди вот тут люди там, понимаете, там, с семьями, с детьми гуляют, наверное, съездили там, знаете, там, кафе, ресторан. И все-таки мы живем в таком городе, Петербурге, там, мосты посмотрели. Мы сладились, мы там в какой-нибудь ресторан, может, какой-то съездили. Может быть, у вас такое хобби сидеть вот это одной и вот это вот заснимать. Ну, это ладно, моя творческая студия позитивного мышления, конечно, она требует, в общем, огромного, знаете, вот этого творческого такого подхода и так далее. Ну, вот быть одной, то есть, как-то вот это вот. Да нет. Кадена Салмановна с удовольствием, вы знаете, вот, как мне, то есть, когда-то переписка, знаете, и раньше была эта королевская карта, про эту, знаешь, немножко так-то, навскидку. Эта королевская карта за приглашение, а с удовольствием оформила бы эту королевскую карту, в общем, приглашали меня. В гости, в другую зарубежную страну, съездила бы к ней, еще, знаете, золотую карту оформила, королевскую. Посмотрела бы. Страны, в которых я еще не была, да, и в тех, в которых была, тоже бы съездила. Так, приду, тепленького. Нарею, тепленького. Чеку. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Крупным планом я показываю котел Салмана Макту в Сайфере. Салмана Макту в Сайфере.